С камерой в руках Сергей Кузнецов обходит один берег за другим. Через объектив хорошо видно уток, мусор, но самое главное зафиксировать уровень воды. Ведь ручей студеный каждый год выходит из берегов. Весь вопрос на сколько. Что проделано городской администрацией, чтобы в текущем году Павдок не привел ни к чрезвычайным ситуациям, ни к каким-либо иным происшествиям. Самый настоящий потоп в районе Ниженки случился два года назад. Со стихией боролись больше недели. Тогда власти пообещали не допустить повторения истории. А на днях мэр заявил, что все под контролем. Мы готовимся обязательно по Ниженке. Прочистили уже. Можете поехать и посмотреть. Сегодня приехали спасатели. Увиденное повергло в шок. Устье реки захламлено до предела. Хотя два года назад Ниженку затопило как раз из-за мусора. И в МЧС говорили об этом. Если паводковая вода не будет проходить, вода разольется и может подтопить прибрежную часть территории, часть жилого сектора. Улица Красная, улица 20-го портсъезда, улица Маяковского. Сами жители этих улиц уже вовсю готовятся к паводку. На красный песок повсюду. И во дворах, и у заборов. Раиса Богданова хорошо помнит 13-й год. Огород плавал. Она прям вот такой шубой, волной, волной. Вот огорода перевалила, на что повыше все подсыпано. Все. И как дала вот этим краем всем. Вот она выползает сюда. И такую историю сейчас могут рассказать практически в каждом доме. А потому и Сергей Бессонов сегодняшние старания властей называет недостаточными. Приходится рассчитывать на себя и запасаться всем необходимым. Лопаты обязательно подготовили. Раз. После этого песочек подготовим с мешками, чтобы сюда не текло. В доме на всякий случай вот приподнимаем там внизу, приподнимаем там диваны, что там может использоваться. Сейчас жители Ниженки, впрочем, как и спасатели, следят за погодой. Окажется ли в разливе в этом году ручей студеной, пока предугадать сложно. Синоптики обещают дожди, а потом потепление. Возможно, к этому времени мусор из реки все же успеют убрать. Светлана Федоренко, Олег Писарев, ТВК Новости.